вернулся я из Праги записал как вы видите 1 2 3 4 5 карточек памяти и не просто это 5 карточек а это 64 это у нас 64 это 64 это 64 это 256 и еще должна быть одна карточка 1 2 3 брал я три камеры а еще 256 это я не взял это хорошо и сейчас начнем разбираться монтировать но вначале мне хотелось бы посмотреть почему вот эта карточка не работает почему она не захотела какие-то обновления ну ладно давай сделаем позже и ладно перезагрузим его что там за обновление установил на хорошая машина я смотрел аймак после 12 года но я на нем столько работаю что хотелось жесткий диск теперь ssd установить твердотельный так примерно как минимум на 2 то работа лучше на все четыре процессор помощнее видеокарту помощнее оперативку помощнее но в свое время когда я убрал вот этот тринадцатый год начало это был самый мощный на тот момент компьютер так и насчет обновления надо поставить чтобы он не обновлялся после этих обновлений что-то заработает что-то надо переустановить на более современное и такая дребятень цельный день заряжаются камеры у меня почему у меня четыре камеры одна из них нырнула и после этого стала писать звук плохо отдал в ремонт что-то там делали ремонтировали день и взяли примерно то что было то и осталось 2 начала размыто записывать отдал вот сейчас посмотрим что там что там изменилось или не изменилось кстати был в ростове на дому это еще перед отъездом прагу и где-то встретились женщины вернее встретилась семья такие как я чуть помладше самостоятельные вот поговорим о мокин тоже вот на этом компьютере была установлена система эль капитан такая волна была составочка красиво естественно все это было подобрано под эту систему все это работало на ура потом идет обновление обновление это каталина уже и установили сюда эту каталину пока идет у нас установка обновления вернулся из праги сегодня ночью если мы вылетели 10 часов по пражскому времени вчера прилетели сюда примерно в час тридцать по ихнему времени плюс еще два часа это 3 30 чтобы я вернее не чтобы я хотел сказать а что я буду показывать рассказывать вот иногда бывает что ты в какое-то место приехал и думаешь зачем приехал что там делать что оно там тебе такое даст принесет плане пользы а как говорится проведение не зря не зря тебе привело сюда оказывается прага это город мистиков оккультистам что примерно одно и то же поклонников тайных наук алхимии астрологии медицины это центр европы причем свое время да и сейчас это культурный центр европы где знающие люди собрали огромную библиотеку за много веков по вот этим всем наукам о человеке о пространстве все это хранится в монастыре вот что хочется сказать что вот народ который знает толку знаниях не зря он сказал знание это сила он собирает вот такие вот вещи дабы используя их обрести какое-то влияние силу могущества и орден который все это хранит собирает как сказал гид он никогда не бедствовал постоянно процветает имеет средства во все времена и знает чем занимается и вот теперь говоря о знаниях мне хочется упомянуть о карле четвертом он как раз покровительствовал свое время мистиком оккультистам людям тайных наук сделал для них башню обсерваторную чтобы изучать астрологию изучать алхимию астрономию и астрологию есть праве удивительное строение карлом мост свое время речка вултава она вроде бы небольшая но тем не менее значит был там мост свой и король спросил у астрологов а у культистов подскажите мне вот как мне сделать мост чтоб он на века простоял и культисты астрологи ему подсказали что слушай для того чтобы мост простоял на века нужно будет камень заложить в определенное время в определенный час в определенном месте относительно берега вот тогда он и будет стоять мозг значит был какой-то там этот а то который после очередного наводнения там разрушила вот его подшаманили немножечко король карл четвертый дождался указанной даты указанного времени пошел значит в указанное место все пол советам астрологов оккультистов и мудрецов тайноведов заложил там первый кирпич и пошло строительство моста и вот мост там соответствующие чертежи и все там ему было дано потом но главное закладка когда он простоял и стоит до сих пор вот что значит подлинные знания мы думаем оккультизм это какие-то там такие знания или еще что то такое вот на самом деле есть конечно и лжи оккультизм а есть и подлинные тайные знания которые лежат в основе практически всего сотворенного мира и вот что я хочу сказать по этому дню раз мы уже начали говорить сегодня 22 декабря начало астрономическое начало нового года самый короткий день после которого начинается набор набор светового времени вообще набор энергетики то есть такая . я вот право отлучился надо было вообще там до этого написать хотя в календаре то вы не читаете так вот дня где-то за два за три сейчас уже там и в самой яме и начинаем взлет вот до этого надо было за два-три дня до 22 декабря сделать все дела отдать все долги рассчитаться со всеми со всеми со всеми чтобы как бы сказать обнулиться для нового года это очень важного дела у нас есть которые идут течение года вот эти вот дела надо все порешать порешать и теперь вот именно сегодня завтра там послезавтра а лучше всего это примерно будет сделать как раз началом нового лунного цикла сегодня 26 лунные сутки тут всего сколько там осталось 3-4 дня но уже сегодня можно то есть для того чтобы попасть в мощь годового цикла использовать его вот уже сейчас надо закладывать умственных дела которые в конце этого года вернее 2020 принесут должны принести результаты а закладка их происходит сейчас когда вот знаете вот как как яйцеклетка которая оплодотворена она начинает делиться 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 она как как взрыв вот такая вот энергия и как раз вот такая вот подобная энергия наблюдается вот сейчас закладка всех этих вещей которые должны дать результаты в конце 2020 года поэтому намотайте свет на усики нас ждет еще более интересная дата но это уже будет в новом году по восточному календарю насколько я там все слышал не интересовался но я поинтересуюсь существует огромный вообще огромные циклы есть даром я вот этот дат привел цитату приливы есть во всех делах людских и те кто их используют умело преуспевает в делах своих следующий цикл который нас ожидают и совсем скоро это примерно в январе феврале будет посмотреть новый год по восточному календарю это когда заканчивается 60 лет не цикл знающие люди могут посеять такие семена вот в начале нового цикла 60-летние которые начнут приносить плоды и они оформляться в такой большой плод это через 60 лет но тем не менее в каждом годе будет свой импульс дам который будет работать на вас это очень важно понимать все мы частицы единого целого который имеет циклы приходят уходят дают энергетику отнимают энергетику и важно ими воспользоваться так 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 Субтитры подогнал «Симон»